вот вы знаете он искусный продажник и я заметил в нескольких отелях утру или когда проходит брифинг у вас встреча туристов они активно рассказывают про их кофе и еще более активно пытаются их продать долго могут час могут два я бы назвал это обрабатывать туристов и чтобы там не было прям вот купите пока сейчас пока вы устали пока я вам заговорил вашу голову я пока запудрил мозг сплотились подружились очень много интересных хороших которых всех обнурили немножечко так скажем активно продали я так скажу они настолько искусные продажники что я видел лично вчера как общались каждый вид с разной группой т.к.т. так скажем они разговаривают часа два минимум все это на моих глазах и 300 уже говорят мы устали нам поспать мы прилетели там все мы хотим привыкнуть давайте сейчас оформим пока я здесь я вам дам еще небольшие скидочки это гарантирую самая низкая цена но на самом деле любая цена которую вы здесь узнаете вообще в другом месте где-нибудь допустим скажем на улице в любом туристическом агентстве да ну там путешествие да хочу допустим острова петли знаете наступен где анардика при отнимали фильм пляж экскурсия стоит ногой 10000 бат 10 тысяч на двоих это везут вас на тука на чуть-часть острова где буду туда на ту и там сажают на катамаран и везут на эти острова там два острова ряда однодневная поездка без ночевки с питанием 10000 бат мой коллега садится на мотоцикл и едет самостоятельно до того пирса через буду туда благо здесь нет от нас на 3 минут зависимости от пробок здесь все очень близко сам остров население 74 тысячи человек это ничтожно мало надо официально местного населения пока здесь туристов на миллиона полтора два чтобы вы думали как вы думаете как по-вашему какова цена была там на тот же самый катамаран в котором он сел вместе вместе с теми же туристами метод на кашляшка 44 саймут обошлось моденхафф прайс ну понимаете ладно люди отдыхают готовы платить ну предположим им это норм говори честно да на ребенку что же продаст он же еще и за как говорится эти двое детей оси трое детей такие суммы а дети кушать не просит под ногами особо не путаются играют там себе и вы смогли соскочить все равно вас все равно обработали это потому что другая страна здесь есть рай вероятно вы потеряли бдительность из-за максимального комфорта который дает эта страна ведь допустим у меня туристы из иркутска хода вчера прилетели минус 53 из новосибирска вчера ребята прилетели минус 15 говорит но так и на среднем минус 40 мы машину на ночь не глушим иначе не заведется